я вас всех приветствую господа сегодня мы будем готовить прекраснейшее блюдо кстати это блюдо я в основном готовлю на рыбалке когда ловишь рыбу типа там карася какого-нибудь допустим ну любую пресноводную рыбу вот и принципе таким методом я ее в хотелке как правило готовлю ну а сегодня я приготовлю хека да хека под так называемой шубой ну в печке будем готовить поэтому как это все делается когда все готовится вы сейчас прямо и увидите поехали так но из продуктов сегодня у нас это собственно хек филе хека свежий охлажденный килограмм моркови хека кстати здесь тоже где-то килограмм вот килограмм моркови килограмм буряка и 3 луковицы такие большие достаточно и килограмм помидор причем кстати они тут двух видов вот в принципе можно брать обычную рыбную как говорится приправу обязательно масло ну и соль судья пока еще не принес вот так что поехали сначала нужно заняться помидорами и рыбой так ну для начала мы сделаем заправку для рыбы собственного приправа для рыбы кстати вот нужно обязательно смотреть если тут соль или нету потому что если здесь есть соль ты с улицы тыс на нужно добавлять меньше вот в этой приправе соли нет поэтому я буду добавлять достаточно соль а то чтобы она была соленая не пресла добавим сюда это столовую ложку каменная соль где-то столовую ложку нужно еще чуть-чуть добавляем масло хорошо перемешиваем вилкой для однородной массы супер ну такая смазочка должна быть наш кек посудина для маринада выкладываем хека берем кисточку и хорошенечко его промазываем следующего берем промазываем и делаем собственно со всеми нашими кусочками такую вот небольшую операцию свежий хек вообще-то бомба я скажу я кстати первый раз я вижу норвежский хек специально купил значит ради даже для интереса ради говорится просто попробовать но попробуем вообще кстати в это блюдо я вам скажу так это блюдо делается из кострявой рыбы то есть делается но так что кости все хотят иногда попадаются но они в этом блюде будут незаметны и не просто разварятся распарятся это так проделаем всю операцию и дальше покажем так рыба готова я ее полностью все замариновал она идет где-то минут 10-15 в холодильник ну а пока мы займемся овощами и ну в первую очередь помидорами нужно заняться так запалили огонек поставил воду закипятиться но пока нарежем лук лук я буду резать полукольцами полукольцами три штучки тонко полукольцами для того чтобы можно было бы посыпать рыбку вот так вот так как и дядя так лук я нарезал чайник пока еще не закипел поэтому ждем пока закипит чайник и будем будем дальше бланшировать помидоры и до точки а пока вода закипает сделаю на помидорах такие вот надрезы для того чтобы шкурка с них хорошо скажем так славила и большие надрезы на всех помидорах а вот и вода закипает просто вовремя так так ну горячая заливаю водой кипятком на минут пять полностью покрывало так и ждем пять минут так помидорки пять минут постояли вот такое они вид имеют мы сейчас обработаем можно просто шкурку снять так налегко снимается элементарно элементарно снимается шкурка супер так разрезаем на части серединку вот эту всю убираем делим на четверть и посудинку делим на четверть и посудинку а сточок сжал не промахнуться и не выдавить сок потому что сок в принципе но тут важен он важен то есть сама вот это вот сам сок он нужен для нашего блюда и так проделаем со всеми остальными помидорами снимаем кстати если бы я был бы на природе я бы например вообще бы их не ошпарил бы ничего я бы кольца порезал бы и просто выкинул бы блюдо но поскольку я сейчас не на природе мы это все дело перемелем соус томатный это будет хорошо нам нужна такая вот жижа такая грубо говоря томатная паста может там одну пасту просто добавим вместо помидоров если допустим это делать зимой то в принципе нужно просто добавлять там одну пасту либо кетчуп вот ну что за томатная причем потому что томат это всегда кислота я думаю достаточно такая вот паста мы переливаем посудину и загружаю вторую партию вторая партия томатов готова добавлю сюда где-то половину столовой ложки соли хорошо размешать потому что томаты нужно соленые хорошо размешали и пока что оставляем так но первым делом для того чтобы нам приготовить это блюдо нужно смазать емкость ну сейчас у меня будет сковорода потому что если бы это дело например на природе то это делал бы в котелке вот и она бы слоями все выкладывалось вот но поскольку я делаю это в духовке ну в печи точнее но сегодня все таки этот вариант будет в печи поэтому я это готовлю на сковородке как бы да на сковородке она такая глубокая достаточно и слоями мы это все будем здесь выкладывать и первым делом нам нужно обкромсать натереть собственно свеклу буряк этим мы и займемся включаем буряк нашинкован и теперь ждем пока у нас прогорят дрова так но пока пока горят дрова половину буряка мы выкладываем сюда нашу патель на сковородку либо это может быть другая емкость конечно как я уже говорил ну вот половину половину нужно выложить первый слой кстати его не нужно солить его не нужно перчить ничего с ним делать не нужно абсолютно вот и вот так вот расправляем так нужно равномерно все расправить так вот так и теперь нужно идти за рыбой потому что рыба на нос уже замариновалась и нужно еще прямо сюда выкладывать так рыба у нас промариновалась мы и достали из холодильника и вот так вот и и выкладываем аккуратно аккуратно на нашу сковородку пательню ну слой короче рыбы грубо говоря на тут рыбы больше килограмма на полосе укладываем вот эту вот поверхность так чтобы полностью заполнить все пространство может быть даже придется два слоя дела потому что рыбы много но хотя принципе по идее овощей овощей должно быть больше чем рыбы ну у меня принципе где-то так и получится где-то 50 на 50 потому что расчет идет один килограмм рыбы на всего по килограмму короче как то так вот так укладываем класс ну запах вообще что вы понимали просто неимоверно это хек кстати вот на рыбалке если бы я был бы допустим да можно было в это просто кого вот кусками порезы да и с костями это сюда все наложить потому что ну кости они они бы превратили бы просто вот мясо ну так получается то есть это собственно блюдо и вот я и готовлю вот всегда на рыбалке потому что вот костлявая рыба речная на на все косточки и и короче не просто переваривать перед перетапливается или переваривать все с рыба закончена сейчас идем к моркови посыпаем морковью ой стоп моркови сначала лучком а потом морковью посыпаем луком лука ну тут хорошо так лука три луковицы большие вот но это все кстати вот кому как нравится кому-то лук нравится кому-то не нравится мне например лук нравится вы должны быть много вот поэтому в это блюдо я добавляю ну хорошо так лука потому что рыба любит лук вот главное вот размельчить чтобы он был такими полосочками разровнять обязательно нужно чтобы лук у нас покрылся полностью поверхность нашей рыбки тоже сюда так вот все разровняли и класс класс вот все а теперь а теперь а теперь уже перед морковка в общем я короче решила не париться сразу прямо туда прямо туда вот в сковородку добавлять вот и сразу разравниваю вот контролировать короче вот когда ты ее режешь не режешь а может контролировать прекрасно морковь и нужно покрыть полосы с уносами и покрываем полностью морковь и полость просто свой марку и Прямо лучше пустое морковь Маха еще Полночка разранена Полночка Я верю еще чуть-чуть 20 килограмм Килограмм моркови Самое оно Вечно Все На полости у нас покрыта морковью Наша рыба Наш хек Теперь сюда Будем отправлять Уже Как говорится последний ингредиент Это Буряк Сверху бурячок Оставшийся Вот так И Тоже нам нужно его разровнять Вот так вот Разровняем Разровняю Буряк Ну вот как-то так Все В принципе все готово Ну на 90% Остается что Остается залить сюда Собственно томаты И все И поставить в печь Ну и И наслаждаться потом Замечательным просто блюдом Из хека Ну либо С другой Рыбки Кстати Солить Вот Опять же еще раз повторяю Солить Это все не нужно То есть я имею ввиду Сверху как бы Соли не нужно Потому что Рыба Хорошо посолена Томаты Хорошо посолены И Оно В процессе Короче вот Запекания Тушения Почему Потому что Скорее всего Будет тушиться Точнее не скорее всего Оно точно будет тушиться В печи И Все оно перемешается И соответственно Вкусы все будут Объединены Поэтому Вот как-то так Так Вот у нас остался Кстати Вот чуть-чуть маринадик Так Вот все что здесь осталось Ну чуть-чуть Осталось буквально Да Мы это польем Вот так вот Маринад Ну Зачем его бросать? Незачем Поэтому Мы выливаем его сюда Томаты Томатами Просто Поливаем По маринаду Который мы сейчас Вот Вылили Да Полностью Полностью Выливаем Их Сюда Покрывая Всю поверхность Ложкой Разровняем Ложечкой Нужно разровнять Чтобы томаты Были Ну Равномерно Как говорится Распределены По нашему Блюду Блюду Так Если сок Сок Отдаст При Запекании Да При Тушении Оно все Отдаст Высок Вниз туда И все Класс Теперь Накроем Накроем Это крышкой Крышечкой Накрываем И Ждем Нашу Печку А Тем Временем Печка Уже горит У нас Уже дошло До 250 градусов Дойдет до 300 И Можно будет Закладывать Туда Потому что Закрываем Воздуховоды И Температура Где-то 200 180 Где-то Ну смотрите Вот такая вот ситуация Что Нужно уже Готовить И Такой вот Огонь Берем следующее Берем Открываем Ворота Полностью Все дрова Туда Вот Записываем Они там Себе горят Все Хорошо Там Они входят В трубу Делаем Площадку Делаем Площадку Площадку Ох Хорошо Там Еще Есть Дрова Которые Полностью Пригорели Это Не Страшно Закрываем Подувала Точнее Закрываем Домоход Закрываем Домоход И Закрываем Ворота Закрываем 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 Ворота Закрываем 5-7 минут Прошло Этого Будет Достаточно Открываю наши ПКЛ Печь я подувала с ней дымоход и чуть-чуть открыл приоткрыл чтобы дым выходил все-таки вот но теперь оставить это блюдо все подувала все закрыты где-то на процентов где-то 10-15 открыто у нас открыт дымоход ждем 30 минут так прошло 15 минут нам нужно наше блюдо перевернуть открываем печь 15 минут прошло еще на 15 минут оставляем да прошло ну 35 38 минут максимум блюдо готово готова открываем наш черный ящик а там она порвует запах класс просто выкладывая на стол открывая все наши задвижки чтобы там дочь огонь прогорел и будем сейчас внутри первый раз открывая закрывая закрывая поскольку еще гости не собрались сейчас будем резать класс но дугу не правило вы такого не плавали это называется рыбацкая ленивая короче тушение вот такой на рыбалке дело это помногу то нормально я бы честно говоря еще бы подержал такое блюдо блюдо вышло красоте а тут овощи а тут овощи спасибо мы так долго ждали и вкуснотень и вкуснотень так давай не мы тут овощи это самое свекольные морковные помидоры лук приправы я вчера купила сама 6,5 кг ругалась всеми плохими словами которые я знаю а знаний я их не мало а вы в комментах напишите как вы готовите собственно рыбу на природе имеется ввиду на рыбалке там или допустим если вы отдыхаете как вы готовите рыбу ту или иную напишите в комментах также поставьте там видео лайк обязательно подпишитесь на канал также подпишитесь на facebook на twitter ну и прочие там другие хитрости вот так же можно сделать донат вот ссылка внизу в описании вот ну а на сегодня все на сегодня все я вам желаю удачи до новых встреч пока удачи удачи